Дорогие друзья, товарищи, всем привет! Я все-таки не выдержал и решил записать видео о том, какую квартиру я снял в Алании. Ждал солнца, но что-то солнце у нас не предвидится, такая погода. Но я думаю, это все равно видео не испортит. Поэтому мы решили снять видео. Сразу вас познакомлю, это Рамиль. Всем привет! Рамиль это мой сосед. Рамиль уже давно снимает блог на YouTube про недвижимость Алании. Очень много вопросов там поднимал. Все подписывайтесь. Рекомендую. Я просто к нему прям сюда и приехал. Тоже нашел его видео на YouTube. Он меня здесь очень гостеприимно принял. И теперь мы работаем вместе. Скоро ждите видео наши совместные. И ссылочку оставим под этим видео. Все, ребят. Ну, сейчас не об этом. Сейчас о жилом комплексе, в который я заехал. Мы начнем с улицы и потом зайду в квартиру, вам покажу. Сразу скажу, что квартира у меня стоит 22 тысячи рублей. В Сочи я за эти деньги снимал в ЖК Романовском 23 квадратных метра. Ну, все, начнем. Так, смотрите. Здесь у нас, получается, охранник сидит, да? Кстати, единственный турок, которого я в Алании, наверное, встретил, это вот этот чувак-охранник, да? Да, да. Как его зовут? Приехал. Ну, тут, на самом деле, они не только охранники. На самом деле, это даже консьерж, да? Консьерж, и плюс, там, как у нас называют, муж на час, да? А, ну, он может, то есть, прийти, там, что-то починить. Все нюансы, все проблемы, там, он все решает. Ага. Чтобы заказать воду, пожалуйста, позвонили в воду. Заказать газ, позвонили, заказали газ. Электрики, какие-то ремонты небольшие. Ага. Все, даже если сами не могут, они говорят, находят людей, говорят, там, ну, оптимальную сумму, ты соглашаешься, приходят. Тебя нет дома, все как бы. А, да, палочка-выручалочка, да? Как его зовут? Его зовут Абдулла. Абдулла. Смотрите, давайте вообще поясним, что мы находимся в районе Оба. Оба, это у нас больше европейский, да, такой район? Район Оба, это более европейский район, да, здесь, но сейчас многие люди, которые привыкли жить, там, в центральных городах, да, скажем, Москва, Санкт-Петербург, которые на постоянное жилье приезжают, они любят этот район, потому что здесь, как бы, есть все, что есть у них в их городе, то есть это торговые центры, локации. А, да, кстати, кто, может быть, в Алании уже был, мы прям за Аланием, да, вот этим торговым центром находимся, он где-то вот там, ну, прям рядышком. И здесь еще большой плюс, что, блин, все туристы, все, в принципе, гостиницы находятся на той стороне, на первой, да, линии, то есть мы здесь, когда летом отдыхаем, мы не видим элементарно в магазинах голых людей, потому что здесь люди живут, друг друга знают, и они в магазин пойти, одеваются и уходят. Там это другая совершенно картина, как бы, совершенно разные локации. Ну, мы еще здесь создаем, ну, вы точнее, наверное, создаете такое комьюнити, здесь очень много русских ребят, надо мной живет Колян, он здесь сдает, да, квартиру, в одной живет, вторую сдает, потом Аня у меня выше живет, она тоже работает у нас, да, в компании. Да, есть айтишники. Я теперь работаю в компании, представляете, есть айтишники. Строительные компании и в агентстве недвижимости в одном лице. Да, у нас, кстати, и строят новосроки, но это все будет позже. Криптовалютчики, да, кого здесь только нет. В общем, ладно, давай, пойдем, не будем. Все повалчивые, все на самом деле искали хорошую жизнь, но мы здесь все встретились, и это на самом деле очень интересно, что... Если бы ты один остался бы, да, вот в этой вообще... Да, ну, блин. Она могла бы грузить вообще. Скучно, скучно. То есть я в другой стороне, я никого не знаю. А так получилось, чтобы в одном комплексе столько людей, еще что, ну, очень, что повезло, у всех дети. Ты на улицу уходишь, там они все перезнакомились. То есть, ну, мой ребенок, ну, 6 лет не выходил один на улицу гулять. То есть, ну, для меня это было невозможно в Санкт-Петербурге. Мир у нас с Питера, да, кстати. Да, всю жизнь, там, 25 лет я прожил там. И для меня, то есть, отпустить ребенка погулять, и не задумываться ни о чем, то есть, это было вообще невозможно. Сейчас, то есть, я даже об этом не парюсь, потому что в Турции вообще есть такое правило, что нет своих детей, есть общие дети. То есть, если у нас, например, ты гуляешь на улице, и кто-то посторонний делает твоему ребенку замечание. У нас, когда на это посмотрят, так-то не очень, да, ну, что-то кто-то такое, что ты на моего ребенка замечание делаешь. Здесь, здесь наоборот, продукция еще спасибо скажет, потому что все дети общие здесь. Ну, они очень любят детей, мы в прошлый раз заметили, они как-то прям их там, я не знаю, лелеют. Ладно, давай к комплексу, да? Смотрите, ну вот, у нас здесь получается центральный бассейн, он летом, да, будет работать? Летом работают горочки, центральный бассейн, шезлонги вокруг, здесь у нас бар летом. Ну, бар, конечно, платный, но цены эти, как приемлемые, как в магазинах. То есть, мы включаем музыку, какую хотим. Ну, короче, здесь летом у вас движуха, веселье. Лучше, мне кажется, если для жизни берешь, чтобы окна сюда не выходили, чтобы летом здесь. Ну, хотя кто-то за детьми, да, смотрит? Да, вот как, то есть, ну, кто-то так, кто-то так любит. Ну, вот, Коле повезло, у него квартира и там, и там. Да, да. И там, а в течение отдыхает, так, да, вы можете здесь смотреть. Так, смотри, я его, смотри, еще покажу человека, вот так же, русский парень, Максим. Максим подъехал, да? Да, я тоже тебе советую с ним потом снять все хорошие видео, потому что Максим очень хорошо научил знать про пенсию, знает про всякие пошлины, все эти вот нюансы, которые мы, молодые, не особо любим, но взрослые входят. А, он уже взрослый, да, у нас? Да, взрослый, да, он уже живой. Взрослый, у него есть специальные взрослые дети. Также покупал здесь и квартиру, и все, и машину, и уже начинает тоже как-то привыкать здесь, которые тоже крупные люди. Ну, потом познакомлюсь. Ребята, да, если вам хотите, чтобы мы взяли интервью у Максима про пенсию и все остальное, вон он, да? Да, пишите в комментарии, да? Да, мы обязательно должны с ним снять, потому что он очень грамотный человек, на самом деле. Ага. Так, ну мы заходим или подождем Максима? Давайте поздороваемся. Максим, ты сейчас попадаешь в данное видео, на YouTube-канал Агуми Сочи. Агуми Сочи, не, не, не. Да, ну у нас, у нас, я, живи в Аланье немножечко. Да, если мы про комплекс рассказываем, и вернемся к тебе взять. Так, заходим в первое, да, помещение? Да, в первое помещение здесь вообще, в принципе, принято в Турции, ну, в среднем все комплексы имеют такого вида инфраструктуру, да, скажем. Это, в Китае, есть кафешка, значит, здесь что может быть, что можно здесь сделать? Здесь, значит, можно провести день рождения, праздники, пользоваться этим вообще как вам угодно. Сейчас будет очень страшное слово. Бесплатно. 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 Но это только начало, ребят. Да, 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 но слово бесплатно тоже есть, как бы, маленькая звездочка. Вы платите в месяц, айдат, это месячный платеж. Здесь он в моей квартире, у меня квартира, значит, дуплекс, 100 квадрат почти. Ага. Держите калькулятор. 3 500, да? Это, ну, не коммуналку, а айдат, все вместе, да, у тебя получается? Это вода, плюс еще вода света отдельно. Все вообще вместе, да? 3 500 и за квартиру плачешь? Ну, блин, у нас в Сочи то же самое получается. Но у нас ничего нет. Сейчас мы еще пойдем, сейчас у вас, ребята, тут будет. Дальше, что у нас? Кинотеатр синего. Да, во-первых, иногда у нас дети очень сильно начинают надвигать, слишком много, надо чем-то отвлечь. Мы берем кинотеатр бесплатно, включаем мультики, мультики. Вот здесь вот проектор получается? Ага. Здесь, короче, здесь кучу детей собираете, мультики сюда включены все они. Да, ну, конечно, мы скидываемся, кто дежурный сегодня за детьми. А, приглядывать, да, чтобы они не разнеслись? Ну, потому что оборудование, да, по-моему, отвечать как-то меньше, что мне особо хочется. Ага, ну, пойдем, ладно, дальше. Так. Ну, слева у нас... Так, 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 став. Здесь, о-о-о, здесь есть теннис, здесь есть бильярд. Я даже еще, я ночью заходил, здесь есть PlayStation, да, можно поиграть в Xbox? Да, ну, нам надо ждать на Мейссоне PlayStation. Ага. Здесь у нас иногда турнаменты. Слушай, я же в теннис играю. Ну, короче, вот это за нашу команду. Мы просто в казахов постоянно играем. У нас тут есть очень много семей казахов и очень много семей с Россией. Ага. Аэрохоккей это... Это плавно. Это детям жетоны продают КПДжи. Ну, они недорого стоят, то есть... Сколько? Лира. Лира, да, там это сколько, 10 рублей, 10 рублей, жетон. Ага. Ну, в общем, день рождения у тебя, все, там, забарку организовываете, музон включаете и тут, короче, движ, да? Движ хорош. Дальше там, ну, месяца на узлы, ну, что-то... На Новый год, да, кстати, у нас будет тут? Нет, на Новый год мы будем здесь. На Новый год мы будем в другом месте. Ну, на следующий день, может быть. Да, в себя будем здесь. Мы вам будем все снимать, ребят. Дальше приходим, что горки работают по расписанию, два раза в день, потому что... Вот эти? Да, потому что... Летом, да? Да, просто нет смысла включать в середину дня, потому что жара очень большая. Ага. Может быть, один раз такое, чтобы в районе вырубило свет из-за влажности. Но это было реально очень влажно, прям невероятно. Один день такой был за 6 месяцев уже на его сбивание. Вот здесь, кстати, да, парковочка. Вот моя машина, видите, спокойненько стоит у меня... Бесплатная. Бесплатная, да. Вот мне выдали вот такой ключик просто заезжать. Страшное слово бесплатное. Ну, пойдем, пойдем наверх, да? Или ты в барбик сверху его покажешь? Покажем. Так, чин-чин-чин, быстренько поднимаемся. Здесь у нас теннисный корт, да? Он же... Ну, это универсальная, получается, спортивная площадка. Здесь стоят зрители сидят. И здесь можно и в баскетбол, в общем, поиграть, и в теннис. Покрытие, кстати, вообще... Есть просто теннис, у нас, например, есть пару семей. Опять же, семья из Казахстана. Они ребенка сюда привезли. Ребенок трогал большой теннис. И им очень было важно выбрать комплекс, где есть хороший... Скортом, да? Да, скортом. Ну, да, тут прям покрытие. Его обновляют, каждый раз они следят, тоже входят в стопу. Обновляют, в смысле... Каждый год нам будет полный отчет со всеми до копейки, куда потрачены наши деньги. И сколько денег еще лежат. Например, за прошлый год... Это управляйка, да, у вас? То есть ты не сдаешь деньги, и ты такой... А почему ничего не делаешь? Тут очень жесткий контроль. И сейчас 30% того бюджета, которого мы отдавали, и 100% осталось 30%. То есть он лежит. Мы знаем об этом. И сейчас идет вопрос о том, чтобы уменьшить немножко отдать. Это же, блин, так просто. Ну, это же как бы логичные, очевидные вещи, да, почему? Ладно. Так, вот здесь у нас барбекюшница, да? Здесь можно шашлык пожарить, там, потусить. Если вы захотели, подпишите бронь, что там вот я захотел в такое-то время, какая-то квартира. И, ну, воскресенье всегда наше. Ведь денег у него никогда не поможет. Уже все, упал в молчанию, да? Да. Так. Еще. Ага. Если вы увидели в Алании Lexus, знаете, это всегда Россия. Да, ну, либо Мерс такой большой, да? Да, да. В Алании очень мало. Это всегда Россия. У меня Infiniti, я вообще ни одну не видел здесь, честно говоря. Да, здесь есть некоторые модели, которые сразу издалека, можно понять, что это все-таки гражданин наш. Наш, наш. Так. Эх, когда тут. Кстати, сейчас не так уж и холодно, на самом деле, да? Ну, не знаю, микроскоп градусов 18-15. Нормально. Смотри, ты обратил внимание, что вот у этих квартир есть свои выходы. Здесь можно, ну, своя терраса, можно вставить все. А, я не обращал внимания, слушай. Вот здесь вот загорают летом у нас у своих квартир. Это у меня они чуть-чуть подороже стоят. Ага, с бонусом, да? Да. Так. Сейчас будет, ребята, гвоздь программы. Я уже здесь был. Меня ребята приняли, когда сразу мы тут. Вот. Покажи, покажи, опять. Вот он. Николай. Николай наш. Так, проходим. Фитнес. Здесь у нас фитнес. На самом деле, в каждой комнате, в каждой комнате вообще фитнес отличается. У кого там побогаче, побольше, у кого там немножко по скамей. Здесь, конечно, жимом занимаются именно девушек, потому что здесь прям зал для девушек. Мы с ребятами сейчас собираемся скинуться на штангу. Это же я придумал. Жим лежа вон туда в угол. Вот круги в Китая. Вот сюда как раз она идеально встанет. Так, дальше. Здесь, значит, у нас ресепшн. Но, по-моему, как таковой ресепшн здесь нет, потому что, ну, здесь просто лежат наши вещи. Телефон на заветку поставил, там, или ключи, или кидаешь, там, сигареты. Никто не возьмет, да? Да, конечно, здесь никто не берет. Сауна, по-моему, он будет пользоваться также бесплатно. Войга входит. Ага. Вот здесь массажный, да? А здесь просто сидишь, отдыхаешь, да? Здесь можно присидеть. Массаж. Подержать. Я, кстати, здесь еще даже и не был. Массаж. Можете пригласить массажиста? Можете пригласить к нему, попросить вызвать массажиста и пригласить к нему. Мне кажется, он сам, ну, если что. Такой, ну, на все руки мастер. Так, вот они, две комнаты. Видите, тут прям с душем даже все дела. Так, и, 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 и. Так, Turkish Bass, это этот. Это хамам. Хамам. Что в прошлый раз у нас не получилось. Вот он. Оп. А, ну тепло. Вообще. Такая вот красота. Код постройки дома 2016-й и просто посмотрели в комом состоянии. Да ладно, я думал, вообще, ну, а это зависит, опять же, от управляющей компании. Не все дома такие. То есть, даже от этого застройщика не все дома в идеальном состоянии, потому что они должны вообще что-то... Так, ну вот, ладно, так, сауну. Здесь я был, проверил, все нормально. Все работает. Все работает. Ну, и душ. Опять же, душ. Напоминаю, 22 тысячи рублей. У меня Айдат уже входит в эти 22 тысячи рублей. Ты сказал, в конце? Нет, да, в конце скажем просто. Если... Мы вам... Я вот такой политики решил придерживаться, что не буду сравнивать Сочи, Аланья. Вообще, я буду вам все показывать. Ну, выводы делайте сами просто. Просто я прекрасно понимаю, что есть люди, которые никогда не переедут из России. Всех невозможно и что-то заманивать кого-то, приманивать. Ну, смотрите просто. Здесь у нас... Не думайте сами. Да, у нас в ноябре мы закрываем тот бассейн. Закрываем, уже сделали бассейн. Здесь также шизонки, столики. Ну, вот здесь мы уже посидели и сюда вот ныряли. Бассейн теплый, кажется, за месяц. Бассейн теплый, да. Кстати, на инстаграм мой подписывайтесь. Там я здесь нырял. Там много... Ну, то есть на ютуб, чтобы выложить, надо смонтировать. А в инстаграм все быстрее попадает. Ну, и вот здесь, соответственно, душик, да? Так, ну все. Пойдем тогда в квартиру покажем. Хэллоу. Не хэллоу, что-то. Да, она меня обижена. Там у нас дальше еще есть раздевалочки. Да, там раздевалки. Если не надо, то есть. А, кстати говоря, еще, ребят, в Турции нельзя снимать тур, как я тебе говорю. Нельзя снимать тур без ее разрешения. То есть если ты его снял, но она попросила удалить или он попросил садить, то я обязан это сделать. Все, пойдем ко мне? Так, вот здесь, кстати, небольшая такая детская еще площадочка. У нас Рамиль, кстати, уже по-турецки, вовсю. Лялякает. Лялякает. А, я хотел... Да, я думал, там. Давайте сейчас там покажем. Ну, здесь такая небольшая детская площадочка. Да, но самое главное, за что вы платите этот Айдат. Это, конечно, за чистоту и уборку, да? То есть садовник там, все, 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 все делают эти же, эти же ребята КПГ. Их 3-4 человека команда. Вот, ну, посмотри, везде все чисто. То есть если это плохо сделано, ты идешь, жалуешься, стоишь в управляющую компанию, фоткаешь, все это, они все, ну, решают. Устраняю. Да, ну, здесь они работают свою работу, здесь им платят хорошие деньги, они добросовестно работают. Потому что, ну, как бы, помогая опять же нам, по каким-то делам домашним, ну, мы в любом случае там оставляем какие-то чаевые, ну, так, что 10 лет, 15 лет. Потому что они уже к тебе открыты, или уже, типа, когда сообщаешь, что ты побросишь такое же наглое, они тебя не скажут. Угу, я понял. Вот здесь, смотрите, какие-то растят штуки, их можно прям срывать, как мне ребята показали. И вот сделать вот так вот. Какая-то говоря, половина дома, а вот здесь иранцы. Оп. Так, ну, заходим, вот здесь у нас видеодомофон, который реально работает. Да, давай лифт покажем. Уднимемся. Смотрите, квартира 1 плюс 1, 65 она квадратных метров, ну, это грязными, не знаю, сколько чистыми. Ты объяснял, что это значит 1 плюс 1? Ну, типа, полторашка, он по-нашему, евро-двушка. Не акция, это просто 1 плюс 1, это полтора. Получается, смотрите, вот здесь кухня-гостиная, вот так все это дело выглядит. Техника Симмонс там, холодильник тоже. Я уже тут все делали, мы тут жарили, парили. Так, балкон. Оп. Балкон, конечно, ну, тут в Турции, как обычно, супер балкон, на котором, я не знаю, можно летом вообще кушать. А, да, 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 вид, смотрите, апельсиновый или мандарины, я не знаю, вот это все апельсиновый сад. Надеюсь, будет видно на видео. Скорее всего, здесь что-нибудь построят, да? Нет, ничего не построят. Думаешь, нет? Если построили, то здесь нельзя. А, да? Да. Здесь земля, если нельзя строить, то может быть только парк строить. А тут реально, если нельзя строить, то не построят? Нельзя строить. Да. И, кстати говоря, если, например, даже есть закон в некоторых районах, что если растут бананы в каких-то местах, а банан не хватает в Турции, там ты ничего не сделаешь. То есть там имеется какой-то определенный регламент, где надо строить между собой, иметь какое-то расстояние, чтобы именно солнце падало на эти бананы. А, ничего себе. Так, ну и вот спальня. Также она у нас с выходом на балкон. Вот, минусы, да? Минусы, надо о них сказать. Видите, везде кондиционеры, нет теплых полов. Ну, прям, это, конечно, минус. Я в Романовском жил, у меня там тоже такая же была проблема, потому что газ до сих пор не дали. Вот, ну, в принципе, кондиционерами очень быстро натапливаются и тепло. Ну, русско-турецкие отношения, на самом деле, идут уже к тому, что газ поработает в Турции. Да? Да, да, поработает. Ну, либо электрический теплый пол. Сейчас, кстати, уже строят, да, некоторые комплексы с электрическими полами. Да, 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 да. Так, и вот здесь у нас получается санузел, да? Оп. Вот такая вот квартирка. 22 тысячи рублей вместе со всем, что мы вам до этого показали. Жил я в 23 квадратах. Типа, вот так. Да, плюс сюда все это входит, айда тут. Вот, что касается, если вообще заинтересовал этот комплекс, да, мы же агенты по недвижимости, не можем вам не сказать, что если надо, можно здесь купить квартиру. Где-то, Рамиль говорит, в районе 4 миллионов такая будет стоить. Вот здесь осталось, как по моей памяти, две-три квартирки, какие-то пустые, какие-то с мебелью. От этажа зависит, от куда смуты, окна зависит. И в принципе, кто продает, если продает это застройщик, то у него вообще высокие цены. Если это продает вторичка, ну, то есть сам собственник второй, то там цены намного ниже, потому что он брал на котловаре. Вот, и то есть, например, разница 64 тысячи евро стоит квартира от застройщика, 55 тысяч евро мы отдавали недавно пустую. Вот как у тебя на том же этаже, как у тебя. Ну, без мебели, да? Без мебели. И, кстати, черновых тут не бывает. Черновых здесь не бывает. Вот все то же самое, что вы видите, без картин, и еще идут кондиционеры также в квартире. Кстати, я ощутил мега просто минус того, что сдаются квартиры черновые. Я заехал как-то в Посидон, заехал в этот Романовский, он сдался уже сколько лет назад. И там до сих пор со всех сторон сверлят, 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 сверлят. Я там еще с ума не сошел. Вот, ну, короче, такая квартира примерно 4 миллиона стоит. Если мы отъезжаем туда подальше, ну, у нас просто тут место, да, такое бомбовское и комплекс. Да, да, да. Если вот мы чуть туда отъезжаем, то вчера я с Колей разговаривал, то там уже можно и Z3 найти, если еще дать, что и Z2500. В общем, да, вот такая вот квартира. Ставьте лайк, кому понравилось, комментарии пишите обязательно. Что касается вопросов приобретения недвижимости, ну, обращайтесь. Номер сейчас появится на вашем экране. Я, конечно, еще здесь далеко не эксперт, я второй день здесь. Ну, я, видите, присоседился здесь к человеку, который здесь уже давным-давно и изучил весь рынок. Кстати, почему вообще ему, к нему обратился, позвонил, написал? Потому что, знаете, смотрел много видео, вот эти хвалебные речи, вот этот, и ваш человек, Турция, и все остальное. Единственный человек, который реально, вот, говорит, здесь плохо, вот здесь плесень, здесь вот это, здесь вот это. Ну, я люблю видеть такой вот, чтобы... Ну, кстати говоря, много проблем от этого поимею, что начали говорить все в открытую, немножко поменяешься, ну, этот турецкий вид продажи. Ага. Сотолкнулись с большими проблемами, но доказали людям, что можно продавать недвижимость, показывая и минусы, и плюсы, и просто подобрать человеку, что конкретно он ищет, и что конкретно ему надо, потому что вариантов много, выборы очень много, город растет, инвестирует, вкладывает, поэтому здесь все чисто и открыто. Я считаю, тоже надо минусы обязательно показывать, вот эти хвалебные речи, ну, куда? Потом человек приедет, все равно это все увидит, как он потом цельник не обратится, да, потом скажет, что какой-то фигню будет продать. Город маленький, вы никуда не спрячетесь. Это уже так страшно, город маленький, вы никуда не спрячетесь, это вилтором. Короче, вот такие дела, поэтому подписывайтесь на канал, все честно будем показывать, рассказывать, первое время, наверное, вместе поездим, потом посмотрим, не знаю, мы еще не придумали. Вот, все, всем пока, лайк, подписка. Пока-пока. Увидимся в Алайне.